А наше взаимодействие с Польшей тоже не стало бы хранить. Равно как и с Петвой. Есть признаки того, что вполне они могут оказаться в нашей валютно-экономической зоне, сохранив свое цветное тело. Давайте миру подпишем безопасность. Вот так достаточно. Да куда они денутся с нашей подводной лодки? И вот одна из первых реакций, допустим, Боррелек. Юрий, они нам завидуют. Коренея Александровна, добрый день. Здравствуйте. Очень рад вас приветствовать. Коренея Александровна, попрошу вашего мнения о новости, которая для многих покажется неожиданной, но вот интересно, как для вас. Афганистан призовет Россию и Казахстан участвовать в проекте строительства трансафганской железной дороги. Надо понимать, что там у власти талибы. Что это? Ну, знаете, когда вот вы правильно сказали, надо понимать, что там у власти талибы. А давайте зададимся вопросом. Когда мы произносим слово талибы, Ватикан, мы что имеем в виду? Мы же должны понимать, что и это под этим ярлыком скрываются разные конкурирующие между собой внутренние группы. Правильно? Ну, мы-то с вами знаем, понимаем, что в Ватикане там свои партии существуют, непримиримые совершенно. То же самое у талибов. Это значит всего-навсего, что они консенсивно выработали эту позицию и сделали это предложение. Потому что там много чего происходит. И учитывая сейчас то, что, например, власти Пакеттана заключили очень интересное соглашение о стратегическом партнерстве как раз с Ирком, а с Пакистан сосед, как вы понимаете, Южный, Афганистана, то перспектива очень-очень неплохая. А поскольку мы создаем коммуникации Сибир-Юг, а эти коммуникации, ну даже такой домохозяйке или политологу и филологу в анампе, как я, и так понятно, что любые коммуникации, да, диверсифицированы для того, чтобы одну узенькую дорожку нельзя было перекрыть и заблокировать. То есть это еще один маршрут коридора Север-Юг. Почему бы и нет? У вас недавно прочитал о возможном таком, опять же, транспортном или геополитическом коридоре, который начинается в Берлине и идет через Москву, Тегеран и заканчивается в Пекине. Это вот звенья одной цепи? Видите ли, наша сторона, я имею в виду российско-белорусская, раз я с вами общаюсь, мы заинтересованы именно в выстраивании инфраструктуры Северо-Юг. Китай достаточно серьезно озаботился выстраиванием жемчужных нитей, в проекте «Один путь» и много в это дело, немало вкладывался. И понятно, что и эта коммуникация когда-нибудь заработает. Вопрос когда? Потому что что будет происходить с Европой в ближайшее время? Той самой, которая в том числе у нас ополчилась страшными пиками, и в наш адрес смотрят волком, ну посмотрим. Что-то да будет происходить, потому что там все заканчивается. Оружие заканчивается, энергогенерация заканчивается, еда заканчивается, мигрантов много. И фронтмены европейской политики, люди, мягко говоря, странные. Правда? Вряд ли не суть хоть за что-то ответственность. Поэтому понятно, что Европа на переломе, хоронить ее, в отличие от других, у меня нет ни желания, ни вкуса к этому делу. Более того, я считаю, что, например, Францию хочу хоронить рано, ее много раз хоронили, и пока еще жива. И того я им и желаю. И нам с ними взаимодействовать. То, что в нашу зону может войти та самая восточная Германия, может быть Бавария, кстати, вполне, я не исключаю. Австрия, Словакия, Харпатия. То есть, условно сейчас, я понимаю, Бавария – это не Австро-Венгрия, но я имею в виду вот как бы государства, которые входили в Австро-Венгерскую империю Габбурга. Ну, и для меня вот не видна логика, и даже по поведению политиков и бизнесменов в этой регионе. Фронтменом этого курса является господин Орбан, который такой «enfant terrible» в Евросоюзе, вот та самая баба-яга, которая всегда против. Вот. Понятно, что агентом, как это сказать, мирового империализма, вот, а на самом деле в большей степени определенной части лондонской элиты, транснациональной, имеющей отношение к транснациональным делам. Вот. Да, это больше. Но, знаете, как-то вот в последнее время я вижу, что, может быть, и поляки какой-то действительно исторический опыт приобрели, поскольку там скорости выборы, вот, ситуация очень тревожная, а кишка тонка с нами двумями связываются, я имею в виду, с Россией, Белоруссией, как бы то ни было, может, себе дороже. Вот. То, может, и Польша в какой-то степени развернется. Я и, кстати, от нашего взаимодействия с Польшей тоже не стал бы хранить. Равно как и с Петвой. Да, есть признаки того, что вполне они могут оказаться в нашей валютно-экономической зоне, сохранив свой цвет не тело. Но это уже будет другой этап истории, другая операция. Вот эта пикировка, которая сейчас происходит между польскими и украинскими властями, и там, и там вызвали послов в МИД, что, в общем-то, для государств, которые еще вчера клялись вечной дружбе и любви, как-то не вяжутся еще со вчерашним днем, скажем так. Более того, вот погранслужба опубликовала польская цифру украинцев, которые так или иначе перебрались в Польшу, 14 миллионов. Кто-то даже пошутил, что такой аравой могут украинцы Польшу и без войны, собственно, забрать. Вот это вот все тоже можно отнести к предвыборным процессам, которые идут сейчас в Польшу? Или все-таки? Или все-таки? Я вот у многих спрашивал, неужели поляки вот так вот в своей всей этой помощи украинцам забыли о Волыне? И многие люди говорят, нет, они все помнят. Просто время, вот не пришло еще. Во-первых, они все помнят. Но тут я себе позволю такой оценку высказывания. Впрочем, комплементарное отношение к полякам. Они сами, они обладают достойным чувством юмора и самоиронии для того, чтобы признавать, ну я имею в виду людей своего круга, уровня образования и так далее, чтобы признавать свои матричные недостатки. Они говорят о своем польском гоноре и так далее. Но, знаете, все-таки этот гонор так элитный, и мы это с вами знаем, в том числе КПТУ, он все равно шел по обруку с определенной рыцарской учтивостью в личном плане. Например, в межличностных отношениях. Это было, ну, обаятельно. Я ни разу не помню, чтобы вот я бывала в Польше, мы спокойно, скажем, Павроцлаву с моим другом разговаривали по-русски, везде разговаривали по-русски, ибо они хорошо понимали, даже если его не надо. И вот эта учтивость, подчеркнутая даже учтивость, желание нам показать, что на личности это никак не распространяется, мне очень нравилось. Что-то с поляками в последнее время произошло из того, что я, вот это рыцарство куда-то уходит, это очень обидно. Если они сами сумеют как-то ответить эту тему, я буду рада, потому что, да, с ними непросто, у них есть обиды по отношению к России, и обиды этим можно понять. Но вот это хамство в последнее время такое, которое звучит, которое чудовищное, совершенно какое-то низменное хамство, понимаете, Но это очень не по-польски. Зачем? Значит, польское общество подавлено. Люди, которые хотели бы с нами взаимодействовать, их много, и они тоже страдают, это санкции, которые на нас наложили. Мы думаем, что вот есть санкции, вот мы только страдаем. А нам это в голову не приходило, а они переживают. Им это все неприятно. Американцы пишут, вот моей дочери. Вот, это простые люди, хотя один из простых людей, бывший морпех, даже офицер, американец, живет в районе Йеллоустона. Очень интересные вещи тоже сообщают. Там очень сильно повысилась температура, и он фотографию прислал, как собака обнаружила на территории крокодила. Он пишет, никогда еще не было крокодилов. Что же там такое в Америке-то происходит? Вот иногда, понимаете, на это просачивается такая информация, ты начинаешь думать, а вообще картинка, которая тебе показывает, она реальности соответствует? Вот вы упомянули Америку, так что же там на самом деле происходит? Вы следите за тем, как происходят все эти процессы? Трамп, Байден, Байден-Трамп, то его на 500 лет хотят уже посадить, говорят. Вообще, насколько серьезно к этому всему нам надо относиться? Понимая, что почти все, ну не все, но почти все, что идет по информационным, скажем так, лентам оттуда, это все предвыборные в основном трюки. И нам здесь, не зная внутренней ситуации, не живя там, не быть непогруженными, в общем-то очень сложно фильтровать, что там правда, а что там крокодил возле Йеллоу Стоуна. Вон, фотография была, мы спросили, а что ты с ним сделал? Он написал, застрелил и съел, очень удивились. Ну ладно, не важно. Ну, морпех, чего вы хотите, простой такой мужик. Вот, значит, мой пех, знаете, когда распад Советской Советы, они так радовались, я не могла избавиться от ощущения, именно ощущения. И это профессиональная интуиция женская, я думала, а ведь это вот ускорит приближение огромных испытаний для самой Америки. Система управления поставлена на автоматические рельсы, и реальные президенты, как субъект, они стали фронтменами определенных групп элитных. И отчасти, да, Трамп яркая фигура. Байден такая странноватая, конечно, фигура, и довольно блеклая, так быть менее грозительный. Человек пытается быть интересным, но у него это не получается, он все же был в тени. Трамп яркая, отлично просто. Но такое впечатление, что это, знаете, как в полагане Арликин Спиро. Есть все, это фронтмены сражаются. Насколько убог конфликт между теми группами, которые они представляют, я измерить не могу. Но то, что спина большая, и, видимо, так вот бросишь камушек, а он еще долго будет лететь, это факт. Потому что по некоторым посвенным моментам процессов, которые там происходят, представляется мне, что Америка раскалывает практически напополам. Они совершили массу ошибок, похоронив Советский Союз, вывели реальный сектор экономики в Китай. Самих основные фонды не обновляли 30 лет. Понятно, что делать и вообще, как ВПК допустить на военную мощность. Ну, мощность нужна для настоящей войны. Все это непонятно. Плюс кризис финансовой системы. Вот то, что я наблюдаю. То есть два фронтмена и явно совершенно все остальные только фронтмены, те же прокуроры. Я могу себе представить, там вообще, наверное, позвоночное право идет в этом жанре, идет махровым цветом в той же Америке. И понятно, что, да, и уже видно, что, скажем, в той же администрации Байна, внутри транснациональной вот этой части американской элиты, и то уже разные группы между собой, потому что там Салливан не переваривает Блинкина, и это все знают, это уже никто не скрывает и так далее. В общем, банка со скопионами. Когда-то они смотрели на Советский Союз и на его развал, и помимо того, что радовались, на самом деле, ведь очень многие боялись, а что будет дальше. Ядерный потенциал, как ни крути, о самом мощном мире, и что с ним будет. Сейчас нам, я думаю, придется смотреть тоже с опаской, а что будет дальше. Помните, 17 пожаров летом прошлого года на заводах пожигания газа, 17 или 8. Это система. У них сейчас в разницу пойдет вся вот эта вот обслуживающая землю и общество система. И это на фоне очень серьезных климатических вызовов, которые мы тоже по всему миру наблюдаем. Они нормальны, они время от времени бывают. Климатические качели, ничего там такого экстракта. Один фактор будет накладываться на другой. И это будет накладываться на социальные факторы. И это будет накладываться на поигрыш по внешнему конкурсу. И это все произведет некий компетентный эффект. Но что с пустовым крючком для кардинальных изменений, мы пока не знаем. Какой-то черный лебедь их обитает. Понимаете, вот нас сейчас кричат, что... А мы вообще штамперу предлагаем? Вот мне кажется, рановато предлагать. Не надо в попыхах ничего предлагать. Давайте миру тоже безопасность. Вот так достаточно. Если Россия и Белоруссия, наши союзные государства, мы скажем, мы всем предлагаем безопасность. Ну, собственно, что мы и предлагаем-то на самом деле. Сейчас уже. Значит, для того, чтобы вообще говорить о будущем, выбирать какой-то путь, рассуждать о том, как будем валютно-экономическую зону строить, коммуникации и так далее. Безопасность. Первое, что необходимо. Правильно? Все. Хотя, конечно, Пеннин план ГУЛРО предлагал тогда, когда белогвардейцы уже по скорбе почти доедут. Но это был Ленин. Мы с вами люди поскромнее. Так что, как говорят турки, я ваш, я ваш. Так, собственно, и происходит, судя по тому, что мы можем наблюдать. Не могу не спросить о вашем мнении о том, что происходит сейчас в Африке. Многие называют, не знаю, в шутку или всерьез, но то, что произошло в Нигерии, вот эта смена власти, это такая ответочка за северные потоки. Ну, а кому, вот, ответочка, французам, англичане уторвали? А вот всем. Получи фашист гранату. Ну, что там вроде, да. Нет. Вы знаете, вот я, как это сказать, нашу с вами цивилизацию за что-то пожарят. Мы вот даже когда воюем и, в общем, себя настрополяем, да, убей, да, если вы помните. Ну, мы, в общем, как это сказать, вот не страдаем от этой патологической ненависти. Мы не топчемся на поверженном враге. Контролировать 80% как минимум мировой добычи урана, согласитесь, это неплохо, правда? Вот пусть те, кому нужно обогащен, тем более у нас на территории России заводы по обогащению. Казахстанский уран тоже у нас обогащает. Хотя принадлежит Канаде с рождения. Да куда они денутся с нашей подводной лодки? В какой-то момент, скажем, цена такая-то. Цинично. Скажем, а, у вас тут капитализм? Хорошо. Цена такая. Будете покупать, как сказать. Если мы будем практически монополисты в этой территории, ну, мы, конечно, грамотно все сделаем, чтобы это были разные компании. Все, разумеется. Вот такое лицемерие. И то мы... А дальше сверху будет государство, которое говорит нашим финансменам, как себя вести в этой территории. А они что, против зарабатывать больше, а не меньше? Нет. Потому что Африка... Африка... А в Африке тоже конфликтов между собой хватает. Вон, три страны... А Нигер осудили и сказали, что будем воевать вместе с врагами. А в Африке, наоборот, сказали, ну-ка туньтесь. Кто там? А лжик? А Мали и Буркина-Фасоска? Только попробуйте. Да, это будет война против нас. Да, коса на камень, да. Нашла. Но я что хочу... Наши позиции в Африке укреплять надо. Доверить это надо. Как бы вам сказать? Всегда должен быть... Знаете, все, что мы делаем без интереса, без охоты, даже еду готовим, она невкусная, правда? Нужны люди, которые... Ну, если не будут влюблены в эту Африку, не будут любознательны в отношении Африки, ну, надо какое-то любопытство иметь, какой-то азарт. Нельзя туда ставить дипломатов и деятелей, которые привыкли жить в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне. По поводу Африки все-таки скажу. Вот как-то Александр Григорьевич на эту тему говорил, я сейчас поясню, о чем я. Не дай бог, если там, на Западе, будут нас хвалить. А вот если ругают, то значит, мы что-то делаем правильно. И вот одна из первых реакций, допустим, Борреля, который уже обвиняет Россию в том, что путем дешевого зерна Россия пытается сделать зависимыми страны африканского континента, и, мол, ай-яй-яй, как это они так могут? То есть, значит, что-то делается правильно, во всяком случае, направление верное. Да, вы знаете, у меня какое впечатление от их высказываний, наконец, появилось. Вот эмоционально. Юрий, они нам завидуют. Вполне возможно. То есть, они так уже так не могут. Да, они нам завидуют. Более того, вот брось добро, то есть, сделай добро и брось в воду, как на Востоке говорят, это во многих странах Востока, этот подговор-то, просто не надо. Понимаете? Оно к тебе вернет. Не волнуйся. Ну, оно и возвращается. Причем из таких мест, откуда уже не ожидаешь, собственно. Конечно. Спасибо вам огромное, Калина Исанна, за этот разговор. Как всегда, с вами очень интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...